Здравствуйте, меня зовут Олег, я представляю компанию «Югирс». Сегодня с вами мы будем собирать модель башня «Аркбаллиста». Собирая данную модель, вы перенесёте в средневековье. Данная модель имеет две единицы, которые могут быть как противниками, так и союзниками. И вы сами решите, кому быть. Итак, приступим к сборке. В наборе мы имеем зубочистки. Наждачную бумагу. Резинки. И набор из пяти досток. Также инструкция. В инструкции есть вкладыш создателей данной модели. И условные обозначения у нас. Первое условное обозначение «Смазать». Второе – «Обратить внимание». Третье – «Свободное движение». Соединить третье. Четвертое – «Свободное движение». Пятое обозначение «Зачистить». И шестое – «Обрезать зубочистки». Нам нужна резинка, которую мы делим пополам. И детали, которые находятся на первой доске. Они выделены темным цветом. Это деталь 1. Четыре штуки. Также нам нужно блок из деталей 2. Два. Две штучки детали нужно выдавить. И детали под номером 7. «Третье штуки детали». «Выслики детали» like есть «Выс reports» « Strementeе штуки детали» также берем деталь 1 вставляем деталь 2 1 и обращаем внимание на установку детали 7 дальше берем половинку резинки продеваем в паз и надеваем на наш собранный узел взяли резиночку и закрыли это детали номер один все далее заводим резинку по кругу резинки должны быть здесь на одной линии с метками которые есть внутренней стороны это берем нужно еще два фиксатора под номером 9 так выставили резинки по меткам и зафиксировали фиксатора тоже также обратить внимание на установку фиксатора или и зафиксировали серый так одна ножка нас готова собираем вторую аналогично а 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 Все, вторая ножка готова. Теперь всю протрем парафином, как указано в инструкции. Дальше нам нужны детали по третьим номерам. Четыре штуки. И две детали под восьмым номером. И здесь. Вырежем четыре детали под номером четыре. Вырезаем с внутренней стороны, где видно у нас перемычки для нашего удобства. Еще детали номером шесть. Две штучки. Берем также резинку, делим ее пополам. И одну половинку резинки вставляем в прорезь детали шесть. Сейчас я беру еще две. Вырежем детали под номером два. И две детали под номером девять. Нужно нам наши фиксаторы. Также на данном блоке находится одна запасная деталь под номером девять. Для лучшей установки детали можно смазывать фарафином. Также обращаем внимание на установку детали восемь. Она с зубчиками должна быть в противоположную сторону от вас. Устанавливаем деталь шесть с нашей резинкой. И весь этот узел фиксируем деталью номер три. Также нашу резинку выставляем с внутренней стороны. Устанавливаем метки по меткам на одну линию с метками. Вот наши меточки здесь видно. И фиксируем фиксатором. Фиксируем фиксируем. Одна ножка готова, просыпаем сборки второй. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Плотно прижали и зафиксируем наши резинки. Нам нужно кусачками немножко подровнять, если не одного размера. Вторая ножка у нас тоже готова. Теперь их зачистим и смажем парафином. Так, следующий этап у нас. Нам нужны детали номер 10, 12. И блок из деталей 21, 22, 23. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, из этих деталей собираем два узла. Делаем зубочистки. Две зубочистки делим пополам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 22-ю вставляем в отверстие две зубочистки и одеваем деталь номер 21. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в отверстие оставляем 23-ю деталь в круглое отверстие. Все это фиксируем деталью 22. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лишнее зубочистки откусываем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таких нам нужно два узла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше этих собранных два узла устанавливаем на деталь номер 12. Установку устанавливаем, как показана метка. Здесь есть трехугольничек. Он направлен к нам ближе. И деталь устанавливаем в перевернутом виде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь наш узел устанавливаем на деталь номер 10. Обращаем также внимание на расположение детали 10. 120 число должно быть перевернуто. И заводим наш узел, как показано в инструкции. На десятой детали также имеются метки. С одной стороны треугольник, со второй кружок. И теперь устанавливаем нашу одну ножку А2. Установили одну ножку. И устанавливаем А2 вторую ножку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, устанавливаем вторую ножку А2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все это деталью 11. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устанавливаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также опрощаем внимание на метки, чтобы на душе метки совпадать должны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И здесь должны попасть в пазы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее устанавливаем деталь 13. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также обращаем установку. Треугольник должен быть возле треугольника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА установили следующее устанавливаем ножки 1 завели как показано в инструкции одну и вторую с противоположной стороны теперь установим деталь номер 14 также обращаем внимание на метки кружок должен быть стороны кружка точки и И здесь должны попасть детали в пазы между собой. Этот узел мы собрали и нам нужно две петли с резинки 9 миллиметров. У нас здесь в начале инструкции есть линеечка, по которой можно отмерить. Одна петля. И вторая петля. Наши резиночки устанавливаем, как показано в инструкции. И так далее. готова приступаем следующим шал нам нужны детали 1516 на первой доске их соединяем между собой также берем две детали под номером 17 соединились между собой и брать внимание чтобы не было нигде перемычек почистим где нужно все плотно установили на нашу оську и смазали зубья парафином так устанавливаем наши шестереночки на нашу установочку обращаем внимание также на установку шестеренок есть внизу шестеренок утолщение его направляем вниз перед этим предварительно все ножки раздвинуть до крайнего положения ножки артбаллисты и фикс зафиксировать детали номер 20 промазать парафином с обратной стороны зафиксировать детали 18 и 19 устанавливаем деталь 18 и 19 сам механизм разработаем можно взять за лапки сюда и теперь смотрим крутим нашу все наш узел собран нож лапки или ножки раздвигается и сдвигается обратно приступаем к следующему этапу для этого берем деталь 27 внутри зачистим ее от остатков от детали 20 и две зубочистки делим пополам устанавливаем их деталь 27 деталь дальше устанавливаем деталь 25 предварительно зачистим наждачной бумагой и аккуратно оденем чтобы не сломать деталь постепенно установили 25 теперь устанавливаем 24 деталь чтобы нигде не осталось перемычек срежем лишнее установили 24 и зафиксируем все это детали 26 аккуратно постепенно диван большинство деталь и лишние зубочистки обрежем дальше наш блок устанавливаем на наши ножки подняли фиксаторы и чтобы фиксаторы зафиксировали наш блок в отверстие все деталь готова в блок деталей сборе вставляем ее пока в сторону и приступаем к следующей сборке следующем вот для это нам нужны детали вот здесь вот я рассказывал что ими можно быть выбирать два вида здесь можно есть деталь 28 а это дракон и на доске номер четыре есть морда гриффина вы выбираете какая вам больше понравится так две морды соединяем между собой зубочистками и на второй доске две детали под номером 34 два таких шипа также соединяем их и отложим в сторону дальше нам нужен корпус арт-баллисты на второй доске под номером 29 выдавливаем детали которые находятся внутри отложим в сторону зачистим сам корпус так 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 установим шипы под номером с 30 по 35 номера так 30 номер у нас вот 30 31 два тридцать третьих 35 32 шип под номером 36 нужен также обращаем внимание на установку 32 в начале корпуса 35 он с обеих сторон одинаковый устанавливаем как показано на схеме дальше установим 36 36 деталь она длинной частью вниз устанавливаем ее две тридцать третьих детали 30 обращаем внимание на направлении прорези и 31 также длинным краем вверх теперь на наш корпус устанавливаем голову дракона есть и два шипа под номером 33 зачистим с обеих сторон наждачной бумагой этот узел у нас готов переходим к следующему детали под номером 38 и 39 который находится на второй доске 38 38 и 39 соединяем их между собой детали номер 37 здесь также нужно обратить внимание на соединение деталь 39 которая идет зубчиком должна быть с правой стороны не ценим их седьмой детали этот узел готов теперь берем две шестереночки под номером 40 и 41 они находятся на первой доске в верхнем правом углу зубочистку пополам делим и также обращаем внимание на направление зубьев деталь номер 41 как показано зубья должны быть право идти направлены так лишнее обрезаем зубочистки и промажем рафином устанавливаем на нашу первую часть корпуса установили и нам нужно две петли 1 9 миллиметров петля здесь на схеме указана линейка размером один к одному масштаб есть одна и вторая петля 23 миллиметра все есть на вторая петля большую петлю устанавливаем вперед заводим для держателей резиночки завели и за зубья детали 39 38 маленькую петлю сзади устанавливаем также прорези для резиночек есть у нас установили все этот узел на собран дальше нам нужно детали 42 43 и 48 42 43 находится в верхнем правом углу доски номер 2 48 находится внизу в блоке 43 детали 42 соединяем между собой как показано в инструкции также обращаем внимание 42 деталь вниз 43 с зубчиками вверх и соединяем их между собой зубочисткой с одной стороны и сорок восьмой детали со второй стороны соединили и хорошо смазали парафином внутри также смазали устанавливаем на наш корпус теперь закрываем второй частью корпуса эта деталь под номером 44 который тоже находится на второй доске вверх добавляем деталь 58 который находится внутри и устанавливаем так установим чтобы все шипы попали в отверстие смажем еще сами шипы и вверх и вверх вверх и и Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сейчас сколы появились. Все равно, чтобы они где-то не выпали, я их поприжимаю. Так, все. Так, все плотно соединили. Все. Пока эта часть механизма у нас готова. Переходим к установке деталей 45. Они находятся на второй доске. Слева. Слева. Зубчиками вперед. И справа. Также зубчиками вперед. Сами зубчики смажу парафином. Пока готова. И приходим к следующему этапу. Нам нужна деталь 62, 61, 63. Они также находятся на второй доске. Это блок вот расположен посредине. Чуть ниже середины. 60, 62, 63. И две детали 63. Их лучше вырезать. Здесь остаются две запасных детали. По номерам 63. Зубочистку делим пополам. И соединяем эти детали между собой. Обращаем внимание во внутренние отверстия для зубочисток. Вставляем зубочистки. И детали 63. Детали 63. Этот узел не нужно смазывать. Потому что он тогда будет проскакивать в зацеплении. Дальше нам нужна деталь 70 и 56. Они находятся внизу. Блок также деталей 56. И деталь 70. Соединяем между собой и устанавливаем на боковую часть корпуса. Это деталь 66, которая находится на четвертой доске. Деталь 66 справа. Слева в верхнем углу. Также нам нужно будет две детали 69. И одна деталь 68. Так. Наш блок с деталью 70 и 56 зачистим торцы наждачной бумагой. Смажем. Это у нас будет как ось. Роль оськи выполнять. Устанавливаем 66. И устанавливаем деталь 68. Обращая внимание, также более толстый край должен быть вверх направлен. И две детали 69. Так. Одеваем наши детали. Узел 61, 62. И шестеренка 59. И шестеренка 59. Она находится на второй доске. Вот посредине. При установке шестеренки также обратим внимание на направление внутренних зубьев. Как показано на схеме. Зачистим где может перемычка будет. Зачистим саму шестеренку по краям. Смазывать ни в коем случае нельзя. И теперь оденем деталь под номером 60. Она находится в средине доски номер 2. Также обращаем внимание на установку. Все, наш узел собран. Приступаем к следующему этапу. Боковую часть одеваем на корпус. И смотрим чтобы все зубья шестеренок вошли в зацепление. Как показано на схеме. Дальше устанавливаем деталь под номером 58. Смажем ее парафином. И шестеренку под номером 57. Также хорошенько промажем ее парафином. С обеих сторон. И посмотрим чтобы не было нигде заусенец не поставалось. Так как эта часть собрана. Следующая часть соединяем между собой с помощью зубочисток детали номер 64 и 65. который находится на второй доске. Здесь также обратить внимание на расположение зубьев детали 65 и расположение детали 64. Соединяем их между собой с помощью зубочистки. и зашлифуем с обеих сторон. Дальше будем собирать ось подъемного механизма. Это блок деталей который был расположен на второй доске внизу. Это деталь под номером 71. Также обратить внимание здесь один край длиннее второй короче. Длиннее край должен смотреть в правую сторону. Две детали шестереночки под номером 72. Две под номером 73 выдавливаем. 75 и одна 76. Также шайбочка с номером 77. Здесь также остается запасная еще шайбочка 77. Сложим пока в сторону. Так соединяем все это вместе. Сначала одеваем шестереночки 72 на нашу ось. Промажем парафином. Дальше с той стороны которой короче одеваем деталь 74. и деталь 73. С противоположной стороны только 73 деталь. Установили ось нашу. Длинный край ось должен быть смотреть влево. Да и вот пропустил не одел деталь. Сейчас мы ее установим. Это деталь под номером 46. Деталь под номером 46. Она у нас находится также на второй доске. Деталь 46. Мы ее устанавливаем как показано в инструкции. Готово. И теперь устанавливаем нашу боковую часть горболисты. правую боковую. Так же, чтобы ось попала все. Установили нашу ось. Фиксируем деталь ими 75 с обеих сторон. И с левой стороны также устанавливаем деталь 76 и шайпочка с номером 77. Все установили. И центральную ось фиксируем деталью номер 70. Зафиксировали. И так же остается еще одна запасная деталь под номером 70. И теперь нужно установить две детали под номером 98. Они также находятся на второй доске. Маленькие такие детальки, которые находятся в средине. Маленькие такие детальки, которые находятся в средине. И проверим теперь работоспособность подъема нашей арбалисты. Вот. Поднимается, опускается. Все. Эта часть готова. Дальше нам нужна деталь 87, которая находится на второй доске. Вот она здесь внизу. И деталь 85. Мы ее раньше выдавливали с корпуса. Она внутри была. 85, 86. Детали 85, 86 зачистим с обеих сторон. 87 зачистим края торцы. И устанавливаем на наш корпус аркобаллисты. Сначала устанавливаем 85 на ось детали 87. И следующая 86 деталь также устанавливаем на ось. А также обратите внимание, чтобы вот этот вот рычажок был хвостиком. Это хвостик, кто как тому, был вверх направлен. Устанавливаем и теперь устанавливаем шестеренку 84. Посмотрим заусенцы. Зачистим саму шестеренку. Смажем ее парафином и установим. Шестеренка должна выйти в зацепление с большой шестеренкой, которая... Так. Все. Обратите внимание, как должна установить шестеренка. Показано все в инструкции. Переходим к следующему этапу. Следующий этап это будем собирать привод. Это детали 78. Блок деталей находится внизу в левом углу доски номер 2. Вот такая ось под номером 78. Две детали 79 и 80. Также обращаем внимание. Одна деталь без гравировки, вторая с гравировкой. Соединяем их между собой. Зачистим 78-ю деталь. Посредине ее зачистим аккуратно. Смажем парафином. Дальше одеваем две детали под номером 81. 82-ю деталь. И шестеренку под номером 83. Фиксируем детали 87. Все, зафиксировали. И теперь наш привод. Смажем шестеренку и устанавливаем на корпус. Смотрим, чтобы шестеренка также вошла в зацепление зубья. Все установили. Наш привод. Дальше нам нужна резинка в сложенном состоянии длиной 39 миллиметров. С одной стороны обрежем нашу инструкцию и обрежем лишнее. Теперь эту резинку заведем в корпус. Рыболисты в заднюю часть, как показано в схеме. И сделаем узел. Узел. Узел назад готов. И теперь эту резинку заведем в пасть дракона. Узлом. Так. Все. Сложили. Следующий этап. Берем блок деталей, который внизу на второй доске. Это детали под номером 49. Две штуки. штуки. Также шипы под номером 50 и 51. Вставляем эти шипы, как показано на рисунке. В одну 49 деталь шип 50 и 51. и во вторую также шип 50 и 51. Дальше две детали под номером 52. Вставляем детали под номером 54. Вставляем детали под номером 54 в деталь 52. Обращаем внимание также на как должна деталь. изогнутым краем должна быть вверх. И в зеркальном отражении собираем вторую деталь. Также изогнутый край идет вверх. Вот у нас есть две детали зеркального отображения. Устанавливаем их в наши 49 детали. И теперь нам нужна петля 1 8 миллиметров. Вот и есть. Вот и есть. Мы соединяем между собой два наших узла. И одеваем с резиночки петлю. Также соединяем их на шипы. И теперь все это фиксируем деталями 53. Вот так. 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 все. Все. Зафиксировали. Готов наш узел. Дальше берем две детали под номером 55. и устанавливаем их на корпус нашей арбалисты. с одной стороны и со второй. Есть. И теперь также устанавливаем наш собранный блок. как показано у нас в инструкции. Здесь вот есть шип в верхней части головы дракона. На этот шип мы одеваем наш блок. Надели и на шипы также. Надели справа на шип и слева на шип. Теперь полностью насадили. Вот. Наши устройства. Так. Готово. Эта часть. Переходим к следующему этапу. На второй доске находятся детали 88. Оська. И вот блок деталей здесь. Также есть две детали под номером 89. Две детали под номером 95. Они нам нужны будут. Так. Одна деталь у нас скололась. Но здесь есть запасная. И сразу вырежем две шайбочки под номером 96. На 8-ую ось. Также обращаем внимание. длинный край оси должен быть с левой стороны короткий с правой одеваем две детали 89 сидят одевать детали делаем также гравировочка должна быть к вам направлена надели две детали дальше берем деталь 92 и 91 и ось под номером 90 91 устанавливаем на 88 также смотрим деталь 91 с двумя шипами идет слева деталь 92 с одним шипом справа между собой соединяем их деталью 90 гвоздь к это же и теперь на 90 гвоздь одеваем детали 95 под номером 95 и 2 как же обратить внимание на установку детали 95 вот теперь берем две детали под номером 93 и ось детали 94 деталь составляем ось 94 в одну из деталей 93 также обращаем внимание на установку детали 94 на установку детали 94 нижний край и за 4 детали сможем парафином 1 2 установим обращаю уẽ на прошлом детали 94 нижний край на четыре и установим на наш узел и установим на наш узел 지는 плани avro якут facial энергетика красота клик θε оTs посмотрите послед concise потому arb Так, соединили две детали 93-х, вот, и на длинный край оденем две шайбы под номером 96 и шестеренку под номером 97, который находится на первой доске. Блок из двух шестереночек. Одну шестеренку установили на наш блок, узел. Вторую шестеренку под номером 97 устанавливаем на корпус арбаллисты. Устанавливаем, здесь есть в задней части арбаллисты шип, на который мы надеваем нашу шестеренку под номером 97. Установили. Теперь наш блок устанавливаем на арбаллисту. Шестеренкум под номером 98. При этом при установке обращаем внимание, как должны быть расположены детали расположения. Вот они должны стоять немножко под углом к отношению к корпусу арбалисты. Все установили и плотно прижали к корпусу все. Если нужно, немножко отжали саму шестеренку, перевернули и установили, как показано в инструкции. Все, я так думаю. Деталь у нас, механизм собран и теперь приступаем к сборке наших снарядов. Они находятся на четвертой доске вверху. Это блок деталей с номерами 100, 101, 102, 103 и 99. Сейчас все аккуратно вырежем. Вверху. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Так, готово... Так, наши снаряды готовы... Теперь можем проверить аркбаллисту нашу. Устанавливаем три снаряда в кассету... Один непосредственно в аркбаллисту. Крутим привод наш от себя, аркбаллист натягивается... Так, до упора... И теперь крутим к себе... Происходит выстрел... Кассету можно поднять теперь с нашими снарядами... И так же повторить... Крутим... Накручиваем от себя... Снаряд выпал... И к себе снаряд улетел... Все, аркбаллиста готова... Теперь приступаем к сборке башни... Приступаем к сборке башни... Для этого нам нужна доска 3... Деталь 112-113... Вот они здесь так замаскировались у нас... Соединяем их между собой... И зачистим... Края наждачной бумагой... И детали на доске 5 нужны... Деталь 121... 120... 119... 120... 109... Также деталь 117... Под номером... 118... Так, поочередно одеваем... 121... Можно язык зачистить... Убрать желтизну... Одеваем на... 121, 119 и 120. 120 деталь устанавливается также. Обратите внимание на установку зубьями вот в левую сторону. Эта деталь готова. Дальше соединяем между собой деталь 117 и 118 и надеваем шайбу 114 на пятой доске. Зашлифуем, натрем парафином и наденем 114 шайбу. Все, эта деталь также готова. Дальше берем одну из стенок под номером 105. Она находится на третьей доске. Можем всю доску также зачистить, убрать немножко желтизну, придать более эстетичный вид. Поть лицу american стра foreл? Можешь предоставить время. Через 7,000cc коп成 этой крепости. Остыв network с торможен подтягиваясь. все зачистили и 105 деталь стенка здесь также деталь 150 так замаскированы немножко верхнем левом углу устанавливаем 150 детали есть и сюда же устанавливается наша одна ручка с отверстиями итак здесь мы должны решить если мы устанавливаем башню с драконом то выбираем все детали с цифрой а это 126 а 107 а 108 а если же будет с грифоном то будем выбирать детали с буквой b это 126 b 108 b так будем устанавливать с драконом берем деталь под номером 108 а и 107 а деталь 109 также нам нужна будет 110 деталь так нашу ручку мы можем пока отложить сторонку чтобы она нам пока не мешала и будем устанавливать наши детали как же немножко зачистил берем желтизну так смажем шайбу под номером 111 и оденем ее на наш на 109 деталь с тремя шипами на центральный шип одеваем также обратить внимание на шипы детали 109 это два шипа длинных один короткий короткий шип идет вверх направлен будет отделе 111 одеваем сто седьмую деталь и теперь это устанавливаем на стену этот блок еще раз повторюсь коротким шипом вверх установили теперь берем сто восьмую деталь вставляем 110 и устанавливаем также на корпус есть установили и нам нужно будет петля 8 миллиметров и восьмую а все и и есть и одеваем эту петлю на наши рычаги дели края не обрезал что буду мне было надеть и теперь обрежем краях резинки установили и устанавливаем нашу ручку подъемного механизма установили маленькая ручка теперь нам нужно еще резинка сложенном состоянии 50 миллиметров двойным сложенном берем по рисунку здесь продеваем через отверстие нашего рычажка завяжем узел теперь можем установить наш рычажок установлен теперь с обратной стороны нашей стеночки нам нужно установить шипы под номером 104 они находятся на 4 доски у нас 4 доска и вот блок с шипами нам нужно два шипа устанавливаем устанавливаем с тыльной стороны стенки установили и теперь нам нужно установить шестеренки шестеренка под номером 115 две шестеренки под номером 106 и 1 6 шестеренка по номером 116 зачистим уберем желтизну убираем если есть заусенцы смажем все это парафином нашей шестеренки шестеренки посмазываем и установим стрельной стороны нашей стенки как показано на в инструкции вот 115 шестеренка с гравировкой устанавливается наружу 106 шестеренка также гравировка устанавливается наружу 106 наружу 116 гравировкой вовнутрь и 106 2 также гравировка его внутрь теперь этот механизм зафиксируем 122 детали которые находятся на 4 доске вот шипы вставили приезжали и можно проверить работает раскручивается дальше мы собираем герб так как у нас это будет орел то наш герб находится на пятой доске также цифра 126 и буква а выдавливаем три детали под номером 123 и две детали которые находятся на третьей доске под номером 124 на ней нижнем правом углу поочередно поочередно соединяем с помощью зубочистки между собой 123 124 детали 123 шипом вверх дальше идет 124 следующая 123 можем один край обрезать чтобы было удобнее так здесь есть и обрезали центральную зубочистку сейчас ставим еще две зубочистки нижних и теперь на три шипа оденем наш герб также внимательно обратите нужно обратить внимание на установку герба округленная часть должна смотреть вниз вот вот надели наш герб сейчас оденем деталь на 125 на пятой доске также зубьями вперед так же зубьями вперед на 125 детали так так и теперь отрежем наши зубочистки нижние как указано по рисунку вот он положим его на рисунок и обрежем лишние лишние зубочистки так 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 и теперь нам нужно также обратить внимание раздвинуть между собой все части детали 123 124 чтобы был немножко зазор между деталями вот наш герб должен свободно ходить вот наш герб должен свободно ходить утра 143 232 который находится на 3 доске 132 и две детали под номером 138 это на ступенечке будут Также обращаем внимание на установку ступенек. Ступеньки устанавливаются с правой стороны на деталь под номером 130 и гравировкой вверх. Так, установили и соединяем между собой две стеночки деталь 128 и деталь 127, которая находится на пятой доске. Деталь 128 и деталь 127. В 127 детали также есть еще одна запасная деталь под номером 152. Она в дальнейшем может нам пригодиться, а может и нет. Так, зачистим также желтый дно немножко. Зачистили, соединяем их между собой, как указано в инструкции. И сюда же устанавливаем наши ступеньки. Предварительно установили их на 129 деталь, которая находится на третьей доске. Третья доска у нас 129. А здесь еще внутри 129 деталь под номером 161. Так, установили наши ступеньки. И устанавливаем. В центр установили ступенечки. Устанавливаем наши ступеньки между стеночек. Чтобы шипы попали в отверстия. И здесь установили плотно насадили. Все, готова эта часть. Дальше нам нужна 131 деталь. И ступенечки. И ступенечки. 132. Три штучки. 138. Так, 131 деталь находится на пятой доске. 131. Здесь также обращаем внимание на установку деталей. 132 устанавливается там, где срез более широкий. Вверху идет. И устанавливается 132. 338. Сюда же устанавливаем наш герб. Установили. И этот герб устанавливаем в часть нашего ступенька. нашей башни здания. Все плотно насадили. Угу. Посмотрю, здесь у нас зубочистка немного цепляет корпус. Значит их нужно немножко сдвинуть. Так. Есть. И теперь нам нужно установить 135-ю деталь. она была на пятой доске, но мы ее раньше немножко она выдавилась у нас. Устанавливаем. 135-ю. Установили. И здесь нужно, чтобы совпали пазы нашего герба и 135-й детали. Все совпало. Готовая деталь. Дальше берем 133-ю деталь на пятой доске и три детали 138-й. Вот у нас сейчас этот блок выдавился. Также широкая часть внизу обращаем внимание. и устанавливаем первое. Пропускаем отверстие для ступенек. Устанавливаем во второе, третье, четвертое. с левой стороны. Так, установили. и устанавливаем наше здание в нижнюю часть пролета. Установили следующую часть ступенек. Нам нужна 134-я деталь и дверь, которая находится также на пятой доске. И вот ступеньки под номером 137 деталь и деталь под номером 139. Также обращаем внимание на установку. 139-я деталь самая верхняя. Устанавливается она с длинным шипом и две сто тридцать седьмых. Так, собрали и устанавливаем наш пролет. Это верхняя часть пролета ступенек. Так, надели. Все, деталь готова. Следующий этап. Устанавливаем боковую стенку под номером 136, которая находится на третьей доске. Здесь также смотрим аккуратно, чтобы совпали все шипы. Нижний. Нижний. Аккуратно все надеваем. Аккуратно так же вот эта вот перемычечка возле горячей. И все. Туго. Насаживаем на свои места. Так, эта часть готова. И теперь собираем верхнюю площадку нашей башни. Для этого нам нужны детали 140 на четвертой доске. Детали 140. 141, 142, 143. 141, 142, 143. 142, 244. У located insert block с запасными частями. Это шипы. восстанавливаем. 142 деталь с заостренным краем восстанавливаем вперед. 141 с левой стороны и 143 с правой. Установили и также теперь у нас два фиксатора под номером 144, которые находятся на четвертой доске по центру. Смазываем шипы верхней части башни. Устанавливаем нашу верхнюю площадку. Легунки так можно поставить, нажать. Так как здесь у нас одна ножка немножко ниже, можем подложить что-то пока для начала. Все, верхняя площадка установлена. И теперь устанавливаем заднюю стенку. Это деталь номер 147 и 148, которые находятся на четвертой доске. 148 деталь. 147 находится на пятой доске. Также зачистим и уберем желтый дно. 158 деталь. И установлю Наши задние стеночки Так, установили Плотно Установили на посадочное место И вторую также Установили И теперь Устанавливаем по бокам Зубчатые механизмы Под номером 145 Которые находятся И 146 на пятой доске Зачистили предварительно Смажем парафинчиком И установим на нашу башню Гравировочкой наружу Также можно шипы также смазать Также плотно насадить Эта сторона готова И устанавливаем вторую сторону Так, установили Посмазываем края Получается у нас наружная Внутренняя башня Собрана Будем собирать наружные стены башни Для этого берем Деталь под номером 149 Которая находится на третьей доске И по две детали 152 и 151 Они находятся у нас на пятой доске 151 И 152 Устанавливаем их Также обращаем внимание С длинной частью 151 деталь По краям идут 152 деталь Прошу прощения Они идут по краям С длинной частью Зубчиками А внутри Устанавливаем 151 деталь Так, эта деталь Собрана Дальше устанавливаем Стенку 153 Она находится также На третьей доске Установили И устанавливаем сюда Нашу внутреннюю часть Башни Башни Грибом Как показано В инструкции Установили 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 Так, и сначала установим стеночку Которую с подъемным механизмом мы собрали А потом уже установим наш герб И теперь устанавливаем наш подъемный механизм Установили Установили Можем теперь Так, одеваем И так Устанавливаем герб Так как у нас был дракон То герб у нас находится на четвертой доске И герб 167а Дракон Зачистим его Зачистим его Деталь номер 168 И установим нашего дракона на башню После чего установим заднюю стенку башни Это деталь 154 Она находится на четвертой доске Зачистим его Зачистим его Читаем Избирать Федером Н utterly Зачистим его Потом ufen Так, плащня готова. Сейчас мы немножко поднимем и установим элементы под номером 155. Сначала вставляем передний шип, затем боковой. С противоположной стороны также. Передний и боковой. Все установили и теперь приступаем к сборке внутренней площадки со ступеньками. Для этого берем 156 деталь. Она находится на пятой доске. Шипы под номером 104. Шипы под номером 24. Отлично! Продолжение следует... Так, саму площадочку теперь смажем, где будут установлены шестеренки. Также обращаем внимание, что гравировка должна быть с лицевой стороны. И устанавливаем шестеренки. Это шестеренка 159, одна и вторая 106 с номером 106. 106-ю шестеренку надеваем на шип, 159-ю. Устанавливаем по центру и устанавливаем в центральное отверстие деталь с номером 157. 157 и 158-ю деталь. Также устанавливаем в центр нашей площадки. Устанавливаем и у нас здесь была площадка под номером 160. Все это устанавливаем на шипы. Установили и следующее устанавливаем площадку 161 полукруглую, закругленную. Вот она у нас также обратит внимание на установку этой площадки. Закругленная часть должна быть с правой стороны. С правой стороны и стоечка от отметки должны быть направлены к вам. И приступаем к установке внутренних ступеней. Это нам нужны детали 162, 163, 164. Они находятся на четвертой доске. Они находятся на четвертой доске. 162. Вот также обращаем внимание с этой стороны метка и устанавливаем ступенечку. 162. Номер дальше идет 163, чтобы ступеньки наши попали в пазы. и 164. Теперь переворачиваем площадку. Метки идут у нас с тыльной стороны и устанавливаем дальше ступеньку под номером 165. Все ступенечки програвированы и гравировка идет вверх. 165 установили и дальше идем по порядку. И опять 162 деталь ступенька под номером 162, 163, 164 и 165. И опять с противоположной стороны уже одеваем эту 165 ступеньку. И сейчас опять начинаем со 162 ступеньки. Дальше 163. И завершающая эта ступенечка под номером 166. Также ее устанавливаем в самый верх. Все. Внутренние ступеньки у нас собраны. И теперь мы соединим нашу нижнюю площадку со всей башней. Также при установке башни нужно обратить внимание. Лицевой стороной мы устанавливаем от себя. Площадка также установлена. И закругление площадки должно быть с правой стороны. Иначе если будете поднимать башню, то ступеньки будут цепляться и башня не поднимется. Устанавливаем башню. Попадаем в все шипы. Смотрим. И также чтобы здесь шестереночка также соединилась. И аккуратно надеваем. И аккуратно надеваем. Закругленная часть смотрит вправо вовнутрь. Все. Теперь фиксируем нашу башню зубочистками. Берем три зубочистки, делим их пополам. И фиксируем здесь. Все. 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 Так, можно здесь обрезать. Теперь лишние зубочистки обрезаем. И проверяем нашу башню. Здесь в ближний рычаг к нам опускаем вниз. И накручиваем подъемным механизмом. Накрутили. Дальний рычаг опустили вниз. И нашу башню. Так, немножко она соедает. Сейчас мы ее разработаем немножко. Сработало. Итак, наша башня собрана. Итак, мы собрали нашу модель и имеем две единицы. Это аркбаллиста и башня. Они могут быть как противниками. Аркбаллиста может выступать против башни, вести прицельный огонь. А также аркбаллиста может быть и союзником башни. Она отсоединяется, верхняя часть, от станины, можно сказать. Поднимаем саму аркбаллиста и устанавливаем ее на башню. И вот так они могут работать как союзники. На этом все. До новых встреч. Всего вам доброго.